Матч против Уфы 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 Базилюк после завтрашнего дня начинает работать в общей группе. У Витини небольшое повреждение. На сборах такое очень часто случается, когда очень большой объем, что кто-то из игроков на несколько дней выпадает. Поэтому по Витини ситуация такая, что, скорее всего, следующий контрольный матч с Мордовией он пропустит, а 17-го числа в игре со СКОМ тоже примет участие. По подготовке к сезону в целом вы видите какие-то позитивные моменты по сравнению с первыми днями, когда только она начиналась? Это естественно. Было бы странно, если бы не было позитивных моментов, когда мы работаем уже больше двух недель и, естественно, очень большой объем работы проделываем. Поэтому, еще раз говорю, основная задача, потому что глубоко работать над тактикой можно только тогда, когда уже состояние футболистов достаточно приемлемое. Но вот сейчас мы на пути к этому и, так можно сказать, уже в близкой точке к завершению. У нас осталось всего три контрольных поединка. Следующие мы тоже проведем без игроков в национальной сборной России и Мусы. А последние две игры уже наступила тоже ясность. Я могу сказать для наших болельщиков, что 17-го числа в 14.00 мы играем со СКОНТа на стадионе «Октябрь», а 20-го числа мы играем с белградским ОФК в 15.00 тоже на стадионе «Октябрь». В этих матчах уже примут участие все футболисты. Ну, то есть мы должны играть в полном составе. И еще один вопрос. Наступила пора полуфинала в чемпионату мира. Безусловно, вы следите за этим турниром. Чего ожидаете и на чьей стороне ваши симпатии? Ну, симпатии, они по ходу могут меняться. То есть, как бы, кто в конкретной игре больше заслуживает, на мой взгляд, за того я и начинаю переживать. То есть, таких каких-то вот постоянных симпатий нет. Вот, очень интересно будет, как все-таки Бразилия будет без Неймара, а Аргентина без Де Марии. Вот, то есть, и второй вопрос, ну, станет ли это чемпионатом Месси, да, и сможет ли он выйти на, ну, по крайней мере, да, там, по титулам, по статусу, почему угодно, там, на тот же гигантский уровень, на котором находится его великий земляк Марадона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова